Сегодня украинские танки и БМП существенно нуждаются системных усовершенствований. Необходимость этих изменений является давней и назревшей. Однако отечественная бронетанковая промышленность все никак не услышит пользователей, самих украинских военных. О чем именно идет речь? Ключевые пожелания к трансформации бронетехники в соответствии с новыми угрозами во время проведения форума безопасности «Эффективная промышленность для обороноспособности», который проходил в Одессе 16 и 17 июля, объявил представитель научно-производственного предприятия «Энергия-2000» Николай Саламаха, который является признанным авторитетом в украинской профессиональной и экспертной танковой общности. За последние десятилетия боевые действия приобрели гибридный характер, когда противник широко применяет незаконные военные формирования, средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, огневое поражение на максимальных дистанциях, маневр силами и средствами огневого поражения с целью создания преимущества на направлении атаки, дистанционное минирование местности и самодельные взрывные устройства большой мощности в вероятных местах движения колонн бронетехники. Также значительно возросла роль беспилотных летательных аппаратов в проведении разведки и нанесении огневого поражения. Все это сформировало новые вызовы относительно бронетанковой техники. Если речь вести именно за танк или боевую машину пехоты, то с учетом новых требований и потребностей, они должны иметь 1. Оборудование и аппаратуру, которая позволит использовать бронетехнику в автоматизированной системе управления боевыми действиями тактического уровня. 2. Многоканальные средства прицеливания и наблюдения командира и наводчика-оператора должны иметь способность работать в основном и аварийном режимах с использованием дублирования действий наводчика-оператора и командира. Прицел-прибор наведения наводчика-оператора обязательно должен иметь оптический канал как дополнение к телевизионному и тепловизионному каналу. 3. Возможность автоматического сопровождения целей и определения координат цели для их передачи в автоматизированную систему управления боевыми действиями тактического уровня. 4. Компьютеризированную систему управления огнем с открытой архитектурой, которая обеспечивает стрельбу прямой наводкой, оперенными бронебойно-подкалиберными и кумулятивными снарядами, пуск и управление противотанковой управляемой ракетой и наведение управляемых снарядов, которые способны применять артиллерия, стрельбу прямой, полупрямой наводкой и стрельбу из закрытых огневых позиций, осколочно-фугасными или многофункциональными снарядами. 5. Встроенную диагностику систем и агрегатов танка. 6. Модульное бронирование башни и корпуса со встроенной динамической защитой и многоцелевым комплексом активной защиты. 7. Аккумуляторные батареи вынесены из отделения управления или десантного отделения в бронированный отсек на надгусеничные полки танка либо БМП. 8. Вспомогательный энергоагрегат, в идеале должен быть сблокированным с кондиционером, опыт создания подобных систем в Украине есть. 9. Камеру обзора механиком водителям территории позади бронемашины. 10. Тепловизионную либо комбинированную камеру механика. 11. Трансмиссию с реверсом четырех передач. 12. Трак, с косыми грунтозацепами. 13. Ремонтопригодность боевой машины в поле силами ремонтного отделения батальона. К большому сожалению, на данном этапе развития нашего ВПК не видно стремления удовлетворить запросы войск. 7 лет идет война, а ВПК живет собственной жизнью. При этом предприятие – одной, а центральный аппарат в виде руководства Укрооборонпрома – другой. Как следствие, ВСУ ищут варианты улучшения состояния дел со ставкой Нинахака БМ имени Морозова, входящей в концерн Укрооборонпром, а на 482-й конструкторско-технологический Центр Министерства обороны Украины. Поэтому способность найти разумный компромисс между желаниями военных, возможностями ВПК и плачевным состоянием украинской экономики является самым большим вызовом в цикле производства бронированной техники. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.